Привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня мы начнем играть в игру под названием The Guild 3. Гильдия 3. Я думаю, многие из вас знакомы с данной серией игр Гильдия. Третья является самой новой и самой неоднозначной по отзывам. Когда она только появилась в стиме, про неё говорили, что она вообще неиграбельна, очень много багов, лагов и всего такого. Но она у меня давненько прикуплена, я потихонечку наблюдаю за тем, как добавляются разные правки, патчи и так далее. И, знаете, я весьма настроен, скажем так, позитивно на наш с вами предстоящий экспириенс в данной игре. Что же нас с вами здесь ожидает? Ожидает нас с вами здесь средневековье. Начинаем мы в 1400 году, Европа. Играем мы с вами за династию, которая изначально будет заниматься каким-то одним направлением. Мы с вами будем либо ремесленниками, либо, возможно, пойдем по кривой дорожке, а возможно и нет. Ну, то есть, разбойника, да? Там можно быть и травником, и бродячим музыкантом, и, короче говоря, много всего на выбор изначально. Но потом, конечно же, по ходу игры мы с вами сможем, так сказать, развить нашу династию до нескольких направлений. И, в общем-то, заниматься ими сразу же. Конечно же, не обойдется без интриг, скандалов, расследований. Мы с вами будем принимать участие в заседаниях Совета. Но не сразу, само собой, потому что начинать мы с вами будем с самых-самых низов. У нас буквально мы будем крепостными, и буквально у нас будет одна покосившаяся изба, скажем так, да? И какой-то вот никакой, так сказать, начальный бизнес. Будут и другие династии, из-за которых будет играть компьютер, естественно. И вот, собственно, с ними у нас основные, так скажем, терки и будут происходить. Будут они, возможно, нас и подставлять. Это какие-то и судебные разбирательства будут. Возможно, точнее, 100% из них будет как раз-таки выберет путь разбойника. Будут грабить других, похищать там. И все вот это вот будет происходить. Судебные заседания, как я уже говорил, да, заседания Совета. Мы с вами будем пытаться пробиться в тот самый Совет. Это, возможно, не так просто будет сделать, потому что нужно будет покупать себе титулы. Потом еще и нужно будет, чтобы себя назначили на какую-то должность в Совете. А там все эти должности, скорее всего, заняты. И, короче, выборы. И нужно будет подмасливать, так сказать, тех, кто тебя выбирает. И дружить со всеми, с другими не дружить. Короче говоря, куча-куча-куча всего интересного. Ну и, само собой, не обойдется без продолжения рода, да. Потому что поколения будут сменяться. И мы с вами уже будем потом, так сказать, за наследников своих играть здесь. Ну что ж, друзья, звучит, по крайней мере, очень, да, интересно и захватывающе. И я надеюсь, что так оно и будет. Давайте начинать потихонечку. Один игрок нас самим интересует. Игра. И здесь мы с вами выбираем карту, на которой у нас все это будет происходить. Карта отличается, в основном, размером, расположением городов. Ну и самими городами, естественно. Чем больше размер карты, тем больше максимальное количество династии, которая также будет играть на этой карте. Ну, опять же, это династии, за которых будет играть компьютер. Я думаю, что мы выберем вот эту карту, Лондон. Максимальное количество династии здесь 10. Ну, можно поставить поменьше, но я думаю, что 10 оставим. Пускай будет 10. Уровень сложности стандартный возьмем. Лет за раунд 2 года, пускай будет хорошо. Начинаем мы с вами с бедняка. То есть, начав игру за бедняка, вы получите лишь горсть монет и займете низшее положение в деревенском обществе. Вам придется сотрудиться в поте лица, чтобы когда-нибудь заработать статус горожанина и получить возможность перебраться в город. Вот, собственно, это наша с вами целью и будет, да. Мы с вами будем начинать где-то за городом, в какой-то затклой деревушке. Короче, у нас там вообще все будет очень-не очень. И вот мы потихонечку, набирая, так сказать, опыт и капитал, да, будем покупать себе титулы, перебираться в город куда-нибудь там и так далее. И тогда уже, возможно, нам с вами откроется путь в совет. Ну что ж, и компания... Ну, компания мы с вами здесь... Давайте выберем свободную игру, чтобы просто у нас, так сказать, были свои какие-то цели, да, и вот мы просто играли бы и наслаждались процессом. Скажу сразу, что мы с вами не будем никуда спешить. То есть, там, знаете, сломя голову, скорее, там, набрать миллиард денег, там, куда-то пробраться, нет. Мы просто будем по максимуму мучилить, медитировать и наслаждаться игровым процессом. Ну и дальше мы с вами переходим, так сказать, к выбору нашего персонажа. Да, будем сейчас редактировать его, будем выбирать ему имя и фамилию. Ну, фамилия нашей династии будет, естественно, династия Марковича, само собой. Давайте посмотрим, какие, собственно, какой мы с вами будем герб выбирать. Какой-нибудь оранжевенький, есть что-нибудь такое? Там, красненький вот вижу, есть. Забавно. Так, жёлуди, какие-то солнца, это что-то непонятное. Единорожки, но цвет мне не очень нравится, хотя, в принципе... Во! Оранжевый, ну, почти вот такой мы с вами выберем, давайте. Значит, Маркович династия, религию мы с вами выбираем у нас, давайте, будет протестантская. Так, и вот здесь мы с вами стартовый навык выбираем. Это как раз-таки направление, с которым мы с вами будем начинать. Как видите, их здесь довольно много на выбор. Можем с вами быть изначальными фермерами, садовниками, рыболовами, потом, собственно, мастерами своего дела, скажем тогда, кузнецы и прочие ребята, гончары и так далее. Здесь мы с вами можем быть травоведом, травником, можем быть, да, можем быть пастырем, можем быть даже цирюльником, серьёзно, прикольно. Ну, и вот, собственно, здесь показана, да, каждая профессия, что может производить, какие действия может делать изначально, потому что, конечно же, будет спектр расширяться, само собой, с прокачкой. Вот, можем быть разбойником, можем быть и хранителем кладбища, скажем так, да, и можем быть министрелем. Ну, естественно, мы с вами так или иначе, да, будем с предыдущими частями иногда сравнивать всё это дело, и, насколько я помню, что во второй части, хотел много денег и сразу, иди грабь курованы. В общем-то, довольно неплохо можно было рожиться на этом пути-пути разбойника. Но здесь мы с вами с этого начинать не будем, мы выберем какую-нибудь довольно-таки мирную профессию, и будем потихонечку, полигонечку вот развивать своё дело, и заниматься всеми остальными делами. Ну, что мне здесь приглянулось сейчас, да, это вот как раз-таки барберы, да, они же цирюльники, видимо, тут, видимо, не везде перевод хватает, но так или иначе, травники, потому что мы с вами сможем лечить людей, а я думаю, что это положительно повлияет на нас. Ну, там, собирать всякие штуки, понятно, делать травяные сборы всякие продавать, можно будет делать смеси трав и так далее. И изначально у нас с вами будет хижина травника. И вот министрель, то есть здесь буквально бродящий артист, да, у нас какой-то будет тент свой собственный министрелевский, и пару действий доступно, играть музыку и давать концерты. Ну, и цирюльники тоже довольно забавные ребята, они могут производить всякие разные, видимо, красители здесь, как понимают, добывать кровь летучих мышей, они очень понимают, зачем это нужно, ну, так или иначе. И забавное довольно описание у них здесь идет, что цирюльники весьма интересные, популярные ребята, они, так сказать, занимаются тем, что выдирают зубы, постригают и предоставляют ванны, так сказать, людям. Но будьте осторожны, потому что люди весьма, так сказать, ведут себя аморально в ванной бывают, поэтому будьте осторожны. Что ж, мне кажется, это наш выбор. Ну что ж, давайте пока обратимся к редактору-персонажу, здесь не такой уж, как бы, прям привеликий, но что-то имеется, можем выбрать с вами голос. Ну, давайте такой голос оставим себе, телосложение, в принципе, меня вполне себе устраивает. Так, давайте посмотрим на лица. Можно бородатика такого сделать, плюс всего я немного их нет, 4, 5, 6, 7, ну, или 8 штучек имеется, ну, давайте такую бородатика оставим. Одежда, так, ну, я думаю, зависит от того, кем мы с вами будем изначально выступать, хотя, в принципе, вот такой вот голодранец мне очень даже нравится. Так, ну, это явно, что разбойничество такое, знаете. Ну, тоже как вариант, в принципе. Так, ну, давайте, мне понравилась вот эта вот одежка, сейчас мы ее и оставим. Пускай будет цвет волос, давайте посмотрим. Ну, что-то он вроде особо меняется здесь как-то. Угу, ну, ладно, оставим первый, наверное, не знаю, пускай будет. Так, и здесь у нас с вами дальше характеристики, их явно меньше, чем было в той же второй части. Например, здесь я вижу, есть харизма, но там у нас с вами также была и риторика отдельная, и что-то еще какое-то, по-моему, тоже с этим связано было. Здесь мы, видимо, решили некоторые просто объединить в одно все, да, ну, компактнее сделали, в общем-то, имеет место быть, почему бы и нет. У нас с вами распределено по три поинта сейчас. Каждый отвечает за что-то свое, например, харизма, это характеристика отвечает за умение грамотно использовать жесты и выражения лиц, чтобы производить на других правильные впечатления. Харизматичные персонажи имеют преимущество в различных вопросах, связанных с общением. Но харизма, на самом деле, никогда еще не подводила, в общем-то, по крайней мере, опять же, в других частях, да. Умеешь болтать, всегда можешь выйти победителем в каких-либо ситуациях, особенно связанных там с советами, с этими судебными процессами и так далее. Вот, ну, а также, конечно, зависит от того, что мы с вами изначально здесь заберем, возьмем какую профессию. Жаль, конечно, что здесь не написано, что конкретно, какая на эту профессию влияет в основном. Ну, в общем-то, описание здесь, понятное дело, есть там физическая сила, ловкость, да, мудрость, это, собственно, общее образование и так далее. Внимательность там замечают всякие неладные штуки и тоже тому подобное. Ну что, я думаю, мы с вами, наверное, возьмем путь цирюльника, в общем-то, привлекает меня что-то, довольно интересная вещичка, хоть она здесь и без перевода, не знаю, но... Жасминовое масло с вами можем сделать, какие-то красители, жасмин собирать будем с вами, кровь летучих мышей, да, и у нас с вами будет вот цирюльная, собственно, наша с вами изначально. Ну, а потом, как я уже говорил, мы с вами сможем расширить кругозор свой, да, и вкачать какие-то любые другие навыки, так что это просто отначально. Именно с чего мы с вами будем начинать. Давайте, я думаю, ванны всем нужны, да, как бы помыться там, прийти и все, вот это вот неплохой вариант. Ну что ж, как мы с вами здесь будем что распределять? А вот я, честно говоря, даже не знаю, но я бы, знаете, как сделал, я бы силу и ловкость убрал бы, мы все-таки с вами не разбойники, никакие там, знаете, не все вот это вот. И добавил бы, наверное, в харизму как минимум один поинт. Ну, а мудрость, я думаю, также влияет на общую обучаемость, то есть, чем больше мудрости, у нас с вами быстрее будут капать поинты, скорее всего, и мы с вами будем быстрее уровни брать. Вот, поэтому давайте в харизму, наверное, в мудрость вкинем. Внимание на три оставим, здесь ловкость сила на двоечку, в принципе. Я думаю, будет вот так у нас с вами набор такой. Ну что ж, друзья, вот, собственно, и мы, и вот наша избушка, покосившаяся, как я и говорил, да, в начале наш домик, но, знаете, свое уже хорошо. Тут, в принципе, можно много, я думаю, рассказать, что всякие разные панельки, здесь довольно много разных действий персонажа, но, наверное, не буду вас грузить сразу, знаете, такой большой, огромной информацией, об этом можно, мне кажется, болтать всю серию. Поэтому просто будем постепенно с вами смотреть все, когда там понадобится что-либо, да, и уже узнавать, что и где. Ну что ж, вот она наша деревушка, где мы с вами начинаем. Что у нас с вами здесь есть? Есть у нас с вами здесь рынок, где мы с вами сможем покупать, продавать что-либо, да, есть здесь циркушка, есть мясная лавка, руками не трогать называется это название, да, вот, как мы видим, уже чья-то изба, тоже, видите, другая династия, герб. Собственно, здесь у нас хижина травника присутствует, кладбище, ну и в целом здесь можно посмотреть, довольно удобно панельки сделаны, ну как удобно, просто они здесь есть, грубо говоря, да. Можем ткнуть и посмотреть, где находятся на карте необходимые нам какие-то элементы, может быть, это природные ресурсы, или здания под наблюдением, или свои здания, да, или свои дома. В общем-то, все это здесь можно будет узнать. Тоже касательно свободных персонажей мы с вами можем переключаться, здесь, собственно, у нас персонажи какие-то другие есть, наемники наши, перевозчики, работники, тоже можно будет сюда переключиться и посмотреть, где они чем заняты и что-нибудь с ними сделать. Вот такой, знаете, небольшой экскурс, короче говоря, давайте вообще посмотрим на карту. Собственно, мы с вами начинаем вот здесь, вот город Лондон, да, в который мы с вами будем в итоге перебираться, надеюсь, у нас с вами получится сделать, тоже, как видите, все-таки в камне, прикольно, площади, огромный собор есть, там тоже рыночные площади, здесь и замок присутствует, это у нас с вами замок лорд-мэра, особняк, вот. И, короче говоря, здесь у нас с вами также есть много всего интересного отелье всякого, но, как видите, да, тут уже такие посерьезнее здания, вот это уже. Они тоже у нас будут грейдиться, естественно, постепенно И превращаться в нечто подобное, надеюсь Рад, что здесь присутствуют, где всякие как раз собрания будут происходить Ну и много-много чего здесь еще есть Но давайте вернемся к нашему все-таки персонажу и к нашей деревушке, да Здесь какие-то, вижу, поля, скорее всего, да, изба Ну тут уже довольно много семей живет в этой деревушке даже Сейчас мы с вами, когда включим скорость, здесь сразу начнется максимальная стройка Поэтому давайте пока не началась, мы с вами сейчас выберем себе место получше Ну где-нибудь около прям может быть рынка, рыночная площадь, мне кажется, нормальная будет тема Доступны нам с вами сейчас здания только лишь одно, да, как раз-таки хижина цирюльника Вот, и, собственно, в ней-то мы с вами будем работать изначально Стоит она 1250 денег, у нас с вами на счету изначально 3000 И есть 100 еще влияния Это влияние мы с вами потом сможем потратить на разные навыки Но это об этом тоже чуть позже Давайте пока с первого уровня здания, как видите Цирюльный, 1200 Угу, хорошо, допустим, мы с вами ставим и ставим прямо вот здесь в центре Хочу как раз-таки недалеко, в принципе, от нас, наша избушка находится вот здесь И тут у нас с вами здание будет Мы с вами будем строить, хорошее место, в принципе, заняли, я думаю Так, поставим здесь Да, хочу подтвердить, все, началось строительство Потихонечку сейчас она будет строиться И потом мы с вами посмотрим, что же мы там с вами сможем сделать О, кстати, смотрите, из другой династии дамочка Передвигается, кстати говоря Ну да, потому что не пауза, просто замедленная скорость сейчас стоит Хе-хе-хе-хе Очень интересно выглядит Так, а мы можем что-то с ней сделать сейчас? Я думаю, что можем Я думаю, что можем У нас, в принципе, есть разные действия Здесь снизу панелька, да Что мы с вами можем делать? Мы с вами можем потушить пожар Ну, такие, знаете, действия Посетить гостиницу Лечь спать Можем в доме просто-напросто Можем пойти в нашу цирюльню, кстати говоря Ну, точнее, это стоит денег Как бы, даже нам это стоит денег Не, не, забей, не ходи никуда Можем исцелить раны Тоже будет стоить денег, естественно Исцелиться от яда Тоже стоит денег, видимо Ну, это все у нас с вами как раз-таки В хижинах лекарь и так далее Там, в больничках Все это тоже здесь происходит У нас есть какие-то агрессивные действия Мы с вами можем напасть на персонажа Можем переломать кости Убить кого-то Даже можем ограбить персонажа и так далее Есть романтическая веточка, скажем так Это нам пригодится Вот, давайте, наверное, сейчас на нее Как раз-таки и посмотрим, значит Да все, остановись Забей Не нужно никуда бежать А, подожди, ты тоже к нам бежишь? Зачем она к нам бежит? Ну, куда-нибудь посмотрим Нет, она просто пробегает мимо, понял Видимо, бежит выбирать себе тоже место Под строительство какого-то здания Но, как видите, это другая династия Сейчас у нас с ними отношения такие, так сказать, средние И со всеми, в принципе, будут такие же Ну, давайте быстренько здесь просмотрим Собственно, у нас есть династии Да, вот они, которые присутствуют тут Помимо нашей, еще вот наши, естественно Вот остальные все Пока средние отношения, естественно, не будут портиться Естественно, там будет все плохо, фигово и так далее Мы с вами можем посмотреть, что у каждой династии есть Мы можем отношения к каким, собственно К честности, к щедрости, к дипломатичности Посмотрите, у каждой династии тоже, как видите, здесь все это показано Показано, где жилище, какое, собственно, титул показано Ну, в общем, информация такая тоже О всех династиях здесь у нас имеется Здесь у нас есть некие гильдии Гильдии, так сказать, ремесленников, да Вот, и тоже показаны отношения к гильдии К хитрости, честности, дипломатичности и так далее Какие-то бонусы от гильдии Тоже можно получать, как видите, здесь Если участвуешь в ней, скажем так, показаны члены к гильдии Мы можем там тоже в одной из них быть потом Но это надо будет постараться, тоже так сразу не получится Журнал задания, понятное дело, ничего нету Вот, и, собственно, городской архив Здесь, собственно, городской совет тот самый Вот та самая, скажем так, пирамида, да В прямом смысле этого слова пирамида И наверху стоит, естественно, лорд Правитель земли Вот, ну, и здесь можно быть секретарем совета Служителем, ну и так далее, тому подобное Тоже много разных профессий Но туда тоже нужно будет еще пробиться, естественно Городские законы, которые указаны, что разрешено делать Собственно, да, законы, призыв в законе, ничего себе Яд черной вдовы в законе Ну, короче, да, интересные времена, так сказать Интересные нравы были Играть музыку в закон Вот если бы мы с вами были, допустим, бардом Да, пошли бы за бардом Мы спокойно могли бы играть в музыку Все было бы хорошо Что запрещено, собственно Отравить колодец, устроить персонажа Убить, преломать кости Ну, короче, все агрессивные действия Бомбы, захват здания, пленить Ну, в общем-то, понятное дело Это все не закон Если попадемся мы с вами на чем-нибудь таком То потом нас с вами будут судить Представлять доказательства Там, блин, целый процесс будет происходить Вот, но надеюсь, мы с вами будем в порядке Вот еще одна династия, кстати говоря Так вот Пока строится наше здание Давайте мы с вами разберемся вот с чем Нам с вами нужно, да Как-то продолжать рот, соответственно И поэтому нам с вами нужно за кем-то ухаживать Поэтому мы с вами берем Мы с вами начать ухаживание И здесь, в принципе, довольно удобно сделано Сразу представляется список возможных, так сказать, целей Да, за которыми мы с вами можем ухаживать Тут также написан их уровень Наш уровень первый сейчас Тут уже восьмые, шестые, седьмые какие-то уровни идут Можно посмотреть подобную информацию подробную Также возраст их указан Вот Допустим, вот мы с вами берем Восьмой уровень, да Горожанка, она не состоит в какой-то династии Ну, тут довольно тоже много будет таких персонажей В принципе, они тоже будут иметь какой-то бизнес, возможно Возможно и такое Мы с вами можем характеристики их посмотреть Ну и дополнительные характеристики, в принципе Целиком тоже здесь написано И здесь внизу указан шанс Шанс на успех Восемьдесят четыре процента Довольно неплохо, как по мне Но я бы, наверное, хотел посмотреть еще, так сказать, варианты Помещица Ля-ля-ля-ля, шестьдесят четыре процента Ну это, видимо, потому что уже девяносто один процент Серьезно? Воу Так, а что седьмой уровень? Что ты себе представляешь? Вообще, давайте посмотрим Что у тебя по характеристикам? Так, харизматичная Довольно-таки сильная И внимательная Ну, что поделать? Ну, мудрость, да, на единичку Ну, бывает И не очень ловкая, да, при этом Ну, в общем, вот таким вот образом здесь происходит выбор партнера, да И мы с вами будем потом пытаться за ним ухаживать Не обязательно, что у нас с ним получится Все, потому что, во-первых, может кто-то за ней Также другой ухаживать И он будет, так сказать, шустрее, проворнее и быстрее Возможно, просто нам откажут Возможно, все всякие разные варианты Так что, тут, знаете, все не так-то просто Но, ладно, давайте пока, так сказать На нас сосредоточимся И на нашем постройке Потому что нужно будет изначально работать самим Там можно будет занимать рабочих, естественно Давайте немножко, так сказать, ускоримся И посмотрим, вот она наша информация Вот наш персонаж Крепостной, да, характеристики наши Которые мы с вами выбрали изначально, соответственно Здесь, собственно, эффективность труда 78 Такая себе Прирост репутации 30 Скорость 102 Обучаемость 108 Прирост влияния 108 Угу Превосходные гены 6% Хорошо ли это? Вот еще вопрос О, как видите, пошла стройка Пошла стройка Разбойничий лагерь прямо в центре города Серьезно? Серьезно? Стража? Это тут как бы у вас Это самое, извините Разбойничий лагерь строится Так, ну и видите Вот этот вот, собственно Герб желудем Запомните их Они будут разбойниками Значит, понятно Так, ладно Давайте пока пробежимся на рынок Посмотрим, что здесь продается В целом Деньги пока тратить сами не будем Потому что сейчас мы с вами построим наш Барберс хат Да, и там надо будет Нимать рабочих Может быть, улучшать здание Надо будет так же Так что пока спешить не будем Короче говоря Прям что-то нам с вами не фортануло Потому что этот разбойничий лагерь Он будет нам очень сильно досаждать Особенно, когда мы были в центре города В центре деревни Это вообще нормально? Игра, ну ты чего начинаешь так сразу? Так, еще что-то строится Хижина травника Вот здесь можно будет подлечиться, если что От легких болячек Так, что у нас на рынке есть? Давай, иди Иди сюда Сейчас будем смотреть, что у нас на рынке Отравить на рынок Вот, можно кнопку нажать было Так, что у нас с вами здесь есть? Тут кто еще присутствует Тусуется Так, он же чем-то болеет У нас с вами сейчас есть прочная одежда, да? Вон в городе Лондон Ну, спасибо большое Собственно, у нас также есть слоты еще дополнительные Которые мы с вами можем Всякие безделушки, так сказать Оружие, перчатки и прочее-прочее-прочее Можем с собой таскать Что-то, можно телегу с собой сберегать И все какие-то еще артефакты, как видите, здесь есть Ну и, собственно, здесь у нас на рынке что продается? Да много чего, на самом деле По разной цене, естественно, покупается по одной, продается По другой У нас с вами закраничено здание Можем с вами прямо вот так вот по категориям посмотреть Что здесь есть и так и тому подобное Ну, к этому мы с вами, думаю, еще вернемся Что ж, хорошо Мы, блин, с вами даже можем, как знаете, на бирже смотреть Ценники возрастают там Понижаются что-нибудь типа того Жесть Что требуется, сколько требуется, короче, капец Ладно Вот, собственно, наше здание Ничего себе, довольно модненькое Посмотрите-ка Вон там ванны балдежные Так, давай Пойдем-ка сюда, дружище Посмотрим Вот оно наше здание Что мы с вами здесь можем делать? Мы с вами можем собирать джасмин где-то Мы с вами можем собирать кровь летучей мыши где-то Мы с вами можем масло жасминовое делать Да, мы с вами можем с вами делать Вот такой вот, я так понимаю, краситель А, ну это типа помада Это помада У нас с вами уже на складе есть немножечко жасмин У нас с вами немножечко крови летучей мыши есть И мы с вами можем, в принципе, здесь уже работать У нас с вами здесь есть лист работ Скажем так, да, перечень работы Которые мы с вами можем делать Мы с вами можем собирать, например Послать его что-нибудь Но я так понимаю, это все у нас с вами будет именно Мы вообще можем автоматически все это сделать вот так И он, по идее, будет работать Но, чтобы он здесь работал, его нужно назначить на работу сюда То есть мы с вами берем здание, да У каждого здания тоже есть своя менюшка, скажем так И вот здесь мы с вами можем Опа, еще что-то строится Лачуга мастерового, понял Тут уже вон повозки во все катаются Ну смотрите, смотрите, блин, здесь появился разбойничий лагерь Еще один представитель, так сказать, одной династии Это вообще не круто Что можем делать с ним? Мы можем открыть меню здания Ну ясно, короче говоря Заключить сделку можем некую Или купить здание, ну никто продавать сейчас его не будет, конечно же В любом случае, давайте разберемся лучше с нашим зданием, да Итак, мы можем назначить член нашей династии Вот, выбираем его И подтвердить, он будет здесь работать Его начал подметать, серьезно? Это все, что начал делать? Подожди секунду, давай посмотрим А, ну вот Он будет производить сейчас масс Как видите, я просто автоматчику поставил здесь Да, потом делать помаду Потом собирается жасмин И потом собирается кровь летучей мыши Сейчас это так, видимо, выглядит производством Подметает, на самом деле производит товары Также в наших лавках есть Ну, в наших мастерских есть лавки Куда мы с вами можем выставлять товары и продавать Люди могут приходить просто и покупать у нас эти товары Либо можем нанять того человека, который будет транспортировать наши товары Можем сами этим заниматься тоже И, в общем-то, продавать их на рынке Либо здесь, либо бегать в другие населенные пункты И просто по более выгодной цене продавать их У нас здесь есть не только ведь город У нас здесь есть еще деревушки Если мы с вами пробежимся вот так Как видите, еще одна деревня Как видите, там еще, наверное, где-то деревня наверняка есть Шахты всякие разные и прочее тоже имеются И вокруг города здесь довольно много этого должно быть Да, вот еще одна деревня вокруг города, около города Ну, короче говоря, много деревень И один основной населенный пункт Это вот наш, собственно, город Ну что ж И, как мы видим, есть такие места, да Собственно, например, роща В рощи мы сами, скорее всего, собираем вжасные, я так понимаю, да Кровь летущей мыши Я, честно говоря, не очень даже понимаю, где можно собирать Но я думаю, мы за этим проследим обязательно Ну что ж Теперь мы с вами можем назначить сюда еще работников В дополнительных нанять за деньги, естественно Вот И это нам с вами будет стоить 200 монет Нанять работника Давайте у нас с вами 1700 все-таки есть Подтвердить Плюс еще один работник, который сейчас будет чем-то заниматься Давайте зайдем сюда в здание Также мы сюда можем, с вами, выделить максимальное количество работников Которые будут заниматься именно, собственно, вот уходом, так сказать, да За нашими гостями, которые хотят принять ванну То есть у нас пока два работника Сейчас мы собираем, например, жасмин И вот работник делает помаду Кстати, мы, судя по всему, куда-то продали, видимо, уже масло Скорее всего здесь выставили, скорее всего сразу его кто-то купил Потому что, ну, потому что, видимо, спрос хороший на него Вот Делаем помаду пока Хорошо, надеюсь, тоже будем продавать Собственно, можно оставить автоматику Можно переключить и самим указывать, что конкретно мы с вами будем собирать Сколько будем собирать, сколько будем чего делать Вот Пока у нас с вами есть товары, которые Закрыты Но по мере грейда они, конечно, тоже будут открываться Собственно, вот Производительность наша 128% сейчас неплохо, кстати говоря Очень даже неплохо Здесь у нас 77 у нашего работника Что поделаешь Вот, как видите, она сделала помаду и сразу перенесла ее в лавку То есть, кто захочет, придет, купит помаду, пожалуйста, на здоровье Ну что ж, давайте мы с вами назначим еще, наверное, одного работника Я думаю, да, сюда А, все, максимальное количество работников на данный момент То есть, двое Мы тоже считаемся за работника Чтобы увеличить это количество, мы с вами должны апгрейдить данное здание, да Во-первых, мы с вами можем глянуть статистику данного здания Прямо расходы, доходы, видимо, тоже будут показываться и так далее Стоимость здания, ну и все, вот это вот Поставщики сырья, семья и общий счет по династиям Кстати, мы можем тоже будет смотреть Вот так вот Ну что ж, чтобы апгрейдить данное здание, нам с вами нужно что сделать? То есть, нам с вами нужно найти для этого специально обученную кнопочку, да А вот они, в здании здесь сверху есть Эдс, я думаю, вот это оно и есть, да Склад Можем глянуть, что у нас на складе есть Лавка, во, смотрите-ка Лавка Ага И вот они, да, улучшение здания Мы с вами можем работника два Можем плюс одного работника сделать Убедить количество рабочих мест на одну Стоит нам с вами 600 монет Но я думаю, что мы с вами это сделаем, давайте Да, подтвердить, потратим немножко денег И сейчас сразу же наймем сюда еще одного работничка Подтвердить Все, пускай занимается ловкость плюс один Это, я так понимаю, бонус от здания, что ли, пошел у него какая-то ловкость? Ты что делаешь? Наверное, пошел собирать, что-то, скорее всего Да, я так понимаю Давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас происходит здесь По-прежнему собираем жасмин Я так понимаю, мы с вами будем собирать вот допустимение Прям как бы пока не забьем все наши карманы Карманов у нас с вами вон по 20 штук два кармана Целых Так, кровь летущие мыши собирают Кстати, вот интересно И здесь Собирает ингредиенты Сейчас бежит до места И что будет собирать, только не очень понятно Так, а где ты собираешь кровь летущих мышей? А, на кладбище Ну, в общем, да, окей И не одни мы здесь собираем Здесь кто-то еще что-то собирает Но, судя по всему, человек без династии Кому это вообще принадлежит, кладбище? Никому Это такое, знаете, место Общее, скажем так Где каждый может собрать, что ему необходимо Что мы можем вообще глянуть? Посмотри, здесь собираются либо черепа, да? Либо каменная лилия Либо кровь летущих мышей Либо даже паучья нога Здесь можно собирать Иу Окей Хорошо Вот, собственно, ну и, как я говорил Такие места здесь везде разбросаны И вот в них можно собирать Благо, что у нас опять все близко здесь получается Прямо вот наше строение Вот Кладбище Вот здесь мы с вами в роще собираем Необходимые нам с вами цветы В роще тоже разные Все как разное собирается Не только то, что мы собираем жасмин Тут еще другие цветы Здесь также, например, можно фрукты собирать Серьезные А, ну, вообще логично Даже можно на оленей охотиться здесь Вот так вот Довольно неплохо Неплохое местечко, мне кажется, да? Ну что ж Более или менее Здесь, так понимаю, все застроились, да? Кто хотел уже в нашей деревушке Но то, что здесь разбойники есть Нам с вами вообще не повезло, конечно Лучше бы здесь все были честные работяги-трудяги Как мы с вами, но Что ж, надеюсь Нас не часто будут Опа Уже чем-то занимаются Только посмотрите на них Какие-то песни и пляски Разбойницы Что ты делаешь? А, на фокс показывают Но не только Видите, в ростом, так сказать, единый Да, еще можно и фокс показывать И за это тоже можно получать деньги Как видите, уже Один зевака Джонатан подошел Такой, да-да И, возможно, цепит ей пару монет За это, что она здесь отплясывает Ну что ж, хорошо Дело, так сказать, ее Тут у нас уже ребята В поте леса не наши А соседи, так сказать Что-то куют И Один, видимо, прохлаждается Один проверяет Все ли по ТЗ-шке сделано правильно Ну и начальница бегает Такая, работает Я сказала, давайте Ну и, собственно, наша пока Тоже вот Лавочка начала свою работу Мы с вами также можем Что сделать? Мы с вами также можем Здесь сделать Что-то изготавливает Да, совершенно верно Что-то Сейчас они соберут Принесут сюда Много-много вещей И потом уже Будем изготавливать Опять же Джасминовое масло Помаду И Продавать Мы с вами можем Нанять транспорт, да Давайте так же это сделаем У нас, в принципе, 750 денег Еще сейчас есть Максимальное количество рабочих Тем более достигнуто Мы там потихонечку Тоже с вами прокачиваемся За счет этого То, что собираем всякое разное Давайте наймем транспорт Так, мы можем с вами Либо члена семьи нанять сюда, да Либо опять же за 200 монет Ну за 200 монет давайте Человечка наймем Причем Подтвердить Да, хорошо Вот Вот он Наш Наша товарищница Которая будет, собственно Транспортировать это дело, да Но то, что в лавке Она уже брать не будет Естественно, продавать не будет никуда Давайте посмотрим Так Находится также в здании Во Ты пришел, что-то купил у нас, дружище, или нет? Не, не купил Но что-то глянул Мы с вами можем кого-то отправить Например, сюда Чтобы, так сказать Предоставлять услуги Либо в ванной Либо стрижку можем делать Ну ладно Пока с этим разберемся Значит В чем фишка? Фишка в том, что Она будет все это вручную Перетаскивать Пока у нее транспорта нет Как видите, у нее есть слот под телегу И телегу, я как понял Нужно будет отдельно покупать Мы с вами можем выбрать маршрут Либо автоматически Тоже она сама все будет просто Заниматься всем этим делом И все Пока что доверимся автоматике, скажем так Телегу мы с вами можем купить Как я понял, на рынке Сейчас давайте проверим Так Отправляем тебя на рынок Вот сюда Да, видите, она без телеги бегает Вот И сейчас мы, в принципе, с вами можем здесь Посмотреть Транспорт Тележка Продается Повозка Прям сумку можно просто купить На самом деле Пока что Это будет плюс Одна складская ячейка Но уже, знаете, плюс одна Хотя бы будет Хотя бы Тележка сколько стоит? Телега стоит довольно дорого 1200 Здесь, блин, 3000 повозка стоит Верховая ложь стоит 1400 И просто-напросто сумка за 200 200, 300 монет почти, блин У меня денег нет Но знаете что? Пока нам, я думаю, хватит и двух слотов По 20 Так что Пока уж Извини, но Обойдешься Так, ну что ж По-прежнему у нас пока все собирают Мы собираем кучу Зажасминов Сейчас все это здесь забьется Нафиг Зажасминов Давайте посмотрим Да, мы можем Работников Нимать Но работники Это будут у нас, так понимаю Также охранники Здесь, как это было в других частях Торговое пространство Защиту от пожара Можем улучшить За 300 монет Торговые ячейки Именно ячейки добавляют Складское пространство Ну, увеличивается склад, соответственно Я не знаю Я особо дома никогда не увеличивал В других частях Опять же Просто брал побольше работников Здесь Ну и защита от пожара Все В общем-то Складское помещение Как-то вроде бы особо-то и не нужно было В доме именно Ну что ж Мы с вами продолжаем Давайте посмотрим Что у нас с вами может быть Здесь еще улучшено Так Это я принес сюда Наш персонаж принес сюда Сейчас всякие штуки И началось Как же у нас Странно здесь выглядит Производство Почему-то на полу сидит Что-то там делает Ты хотя бы за столом стоишь Молодец Вот его потихонечку Видите, капает Потихонечку А здесь, видимо Я так понимаю Стригут Судя по этим ножницам Жутким лезвиям Ну да И вот этому вот сидению Стригут людей здесь Так Ну что Может быть мы с вами Все-таки давайте Выделим какого-то работничка Одного Во Вот так вот Да Чтобы кто-то мог Так сказать Ухаживать За людьми здесь Да Ну как я говорил Собственно Мы пришли сейчас Занимаясь Производством помады Ижа-сминового масла Отлично Которое используется Как раз таки Кстати говоря Оно отлично пахнет И Короче положительно влияет На кожу Вот так вот Собственно Мы с вами даже здесь Можем посмотреть ценники Смотрите В Мейтстоне 38 денег стоит В Брикстоне 31 деньгу стоит Тут как бы да Тут все разделено тоже на районы Вот Я так понимаю Мы с вами Наверное можем Это на карте Где-то глянуть Ну да У нас с вами Здесь район Мейтстон Собственно Вот этот вот Как видите Они даже по цветам Разделены Здесь у нас с вами Южный район Здесь у нас с вами Есть район Брикстон Вот он здесь Здесь у нас с вами Район Челнсфорд Здесь у нас с вами Район Чектауэр Ну то есть даже Сам город Сам лонд На районы Мы с вами Начали здесь В Мейтстоне Ну и в принципе Цена здесь Вроде как Довольно неплохая эти вещички так понимаю да у нас там работа кипит так что давайте посмотрим значит в мейтс не сколько стоит ну да 36 денег стоит слушайте как видите цена варьируется от 26 монет до 59 здесь 36 видимо неплохо зелененьким посвящен начали раскрыть неплохо так понимаю кто-то побежал а собирать что до побежали собирать опять вы уже все потратили так быстро вау так смысле не потратили вон еще дофига зачем вы собираете это непонятно лучше бы занимались с производством опять же мы с вами можем если что отключить это дело да и указать чтобы они именно производили всякое разное но в принципе наш дружище пока что все это дело производит именно молодец все правильно делает так еще мы с вами так понимаете сможем отключать да вот это вот предоставление услуг да но мы сами нет мы конечно с вами здесь включим его пускай будет потому что мало ли кто-то к нам все-таки придет когда-нибудь и вот выжилает данную услугу я думаю давайте сразу на защиту от пожара купим тоже пока мы с вами особо денег не тратим на ресурсы мы их сами собираем да только лишь продавать можем поэтому в принципе правда еще конечно нам нужно будет в конце хода платить людям само собой деньги за с вами поработали за содержание здания поэтому я не уверен нам с вами 550 хватит вообще ладно давайте подождем пока кончится этот ход будет два года и вот я же думаю 2 года нам с вами нужно будет заниматься поиском все-таки второй половинки как же меня напрягает что здесь все-таки разбойничий лагерь здесь прямо посреди города ладно здесь что все обойдется надеюсь что все будет хорошо так о они пришли к нам они зашли к нам в ванную посмотрите ванную в одежде ладно хорошо но знаете заодно и постирал получается причем это служительница то есть к нам уже из города представляете идут даже люди за тем чтобы мы им оказывали услуги и как только там приходит кто-то это понимает осуществляется после рабочего дня в основном естественно когда еще где могут нифига нифига у нас прям очереди вау вы посмотрите как спросом пользуется наш бизнес то хорошо не зря мы с вами это выбрали так а где это интересно здесь но это видимо здесь не показывается к сожалению мы так чисто можем смотреть а еще вот сразу отличие бросается я не вижу где здесь мы сами можем зайти внутри здания да вы гляньте сколько их ё-моё так значит во плюс семьдесят пять денег плюс 43 опыта и плюс одно влияние видимо понимаешь что такое какой-то значок там был нас прикольно возможно мы когда сами оказываем такие услуги людям то они ну благодарны за это и все в ванную бегут только посмотрите все хотят помыться слушайте возможно сами следует выделять побольше людей может быть это так можно будет так сказать давайте двоих выделим попробуем правда еще с ушли здесь собираются как разное это мы тут можем с вами пока оказывать им услуги это понимаю возможно даже используем за жасминовое масло при этом давайте максимум двоих выделим работник достиг нового уровня о молодец смотрите-ка собирала собирала и достигла так а мы можем на тебя повлиять мы даже работников можем прокачивать получается да так и вот я ты прямая ловкость тебе нужна ловкость да она это чтобы именно это прямо собирать а вот интересно на производство все-таки мне кажется наверное мудрость какая-нибудь влияет или внимание давайте бы ловкость возьмем окей хорошо держи плюс один поинт когда мы интересно прокачаемся мы тоже прокачались о мы стрижем смотрите и все-таки типа посмотри да да ничего себе вот это раз два три четыре пять шесть семь человек очередь и все-таки господи пожалуйста хоть бы я успел сегодня помыться или подстричься еще очередь боже мой вот этот спрос дикий вот это я понимаю так мы получили сами тоже уровень давайте посмотрим что там по уровням у нас с вами тоже один поинт получили так и здесь непонятно то есть ловкость это на сбор именно да я думаю что мы сами харизма побольше еще сделано сами впереди ухаживание знаете предстоят и все вот это вот давайте хочу харизм во все харизма у нас стрижешь кого-то вот отлично спасибо так еще с одного денег получили но денег как бы не то что прям много 75 да ну так или иначе так или иначе мы репутацию нашей династии поднимаем все это дело слушайте товарища вы не могли бы прийти пожалуйста забить на сбор пожалуйста пожалуйста и прийти тоже кого-то там постригать и вымывать и так далее так мы можем пойти отменить все дела до вовсе возвращается домой отлично так сейчас мы тебя а прям тоже давай ловкость 8 она смотрите это бонус плюс один идет у них с нашего с нашей этой самой с нашей избушке ну раз бонус идет на ловкости нужна я так думаю давайте ловко тоже бахнем на девяточку будешь у нас супер ловкач все да он теперь тоже представляет услуги потому что смесь двое выделено вот отлично хорошо превосходно теперь сразу можем и мыть кого-то и постригать ах ты ж скотина у вас там это воруют вот и что он делает а он играет в кости слышали не мог бы свалить на хрен по моему пожалуйста заведение какого черта иди играй в кости в другом месте у нас тут видишь какой ажиотаж сейчас блин жесть как много людей я даже не ожидал что нас прям сразу столько будет так но мы сами денег получили зато немножко смотрите может быть даже немножко право глядимся сейчас как-нибудь так что мы можем сделать давайте посмотрим 1200 стоит дорого давайте давайте за счет от огня приподнимем так сказать немножко плюс один хорошо уже будет получше так следующий пожалуйста пошел какой ничего себе смотрите вельможа ядрить колотись кто такой вообще смотрите на его одежды и ума и так рональд его зовут не в браке центр лондона живет центре лондона и ходит к нам и ходит он еще и парфюмом или это парфюмом интересный баф над ванной скорее всего появился у него помещик ничего себе ничего себе эти кольца какие носит ой надеюсь это у нас купил помаду 20 штук взял и надеюсь что у нас прикупил дружище ну-ка подожди что у нас в складе есть они скорее всего не у нас жаль но могу нас прикупить мы так сами здесь по дешевке подаем явно нифига себе у нас здесь цена нормальная купил кто-то только что видите убралась отсюда отлично 1300 день ой тысяча тридцать денег у нас сейчас есть балдеж 168 денег еще сюда как же мы за ними ухаживаем блин нам даже рук не хватает и все бегут к нам видимо потому что знаете особо нигде царюнь здесь нету может даже в лондоне их нету поэтому к нам все бегут поэтому это мы сами правильно выбрали сказать повезло у нас если всегда будет такой ажиотаж это будет прикольно ой а почему минус почему минус-то здесь регенерация нормально почему минус-то зато денег отдали слушайте но при этом минус вау ну ладно опять минус до хорош возможно потому что мы слишком долго ждут они не знаю не уверен но о чем мы сделаем то мы то все руки так сказать плюс один вот пошел отлично плюс один хорошо так попробуем сами сейчас всех троих короче сюда 1 2 3 до так у нас наш грузчик ушел спать вообще уже ну правильно уже время то вообще-то не рабочие только наши эти ребята трудятся потому что как раз сейчас самый ажиотаж да получается все тоже уходит спать блин а мы сможем а ну все уж видимо спать видимо все уже спать короче мы с вами будем до трех сотрудников сюда отправлять если что вдруг то есть сразу чтобы они такие типа они нифига не ушли спать то есть мы по-прежнему продолжаем работать слушайте но мы с вами видимо в пути леса будем вообще опа дрейси товарищи лансхеты не хотите ли вы это самое принять ванны там выпить чашечку кофе за деньги естественно бесплатно так минус 1 плюс 1 плюс опыт и плюс деньги самое главное 1666 нормас нормас но мы с вами по идее можем даже уже улучшить еще одного работничка чтобы больше у нас с ними было но сейчас давайте дождемся я хочу просто глянуть сколько мы с ними потратим за сутки ага вот короче смотри смотри у нас здесь есть очередь что это сейчас было не понял какая-то ложь промчалась у нас здесь есть очередь и их терпение как бы написано здесь да то есть сейчас уже все кончится и видимо пойдет дождет довольно что поделать но огромная очередь что мы как мы сами сделаем никак ничего не сделаем также сам принимает ванны я так понимаю да да сейчас мы раз обслуживаем товарища так это наши работнички это собственно наши а здесь можно отдельно врубать короче говоря все что нам сами угодно вот так хорошо понятно фильтр типа ну и прошел как бы цикл и вот два было 1700 там денег а так смысле у нас так и осталось 1700 что мы ничего не потратили и по прежнему очередь сохраняется ё-моё как успех как как успеть всех обслужить так серж давай собственно в поте леса пожалуйста в поте леса работы тебе это пригодится да ну и потихонечку опыт растет как видите что друзья вот таким образом мы с вами будем застраиваться при получать деньги строить еще всякие разные штуки они будут появляться в доступе вот здесь пока что ничего нету давайте мы с вами сейчас я вам покажу я вроде вам не показал да как у нас сами здесь дерево навыков выглядит вот книга наука собственно мы сами сейчас начали вот с этого да с цирюльника можем потом открывать другие ветки можем вообще другие ветки совершенно других профессиях открывать тоже но это все стоит влияние то есть открытие на новые какие-то специализации прям влияние стоит ну а так за деньги тоже мы сами будем открывать он мы сами вообще можем сейчас пастырь и себя открыть и построить еще и церквушку дополнительную какую-нибудь от не никому не принадлежит кстати говоря церковь нет это просто городское здание то есть мы сами свою можем построить здесь если потратим тысячу и возьмем еще то есть и там с вами сможем еще деньги получать бедные ребята они они расстраиваются и уходят не дождались но тут как бы такая очередина и самый прикол что да 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 мы сами как бы можем брать еще и другие специализации как уже говорил да и строить еще другие здания и пока что мы сами к сожалению не можем строить дополнительных даже цирюльник то есть у нас видим максимальное количество зданий для этого мы будем покупать потом уже звание и так далее вот крепостной 1000 стоит простолюдин собственно у нас сами это будет плюс одно здание еще кстати говоря за 1000 я думаю что мы сами титул сами купим потом тогда и потом еще может быть перейдем денег надо много правда либо просто цирюльник второй тоже зачем строить лучше мне кажется разнообразные здания построить будет поинтереснее либо будем себя прокачиваться посмотрим короче говоря что друзья вот такие вот собственно интересные приключения сами начинаются дальше я думаю будет только интереснее жесть конечно как здесь долго ждут и увлекательнее мы с вами потом пойдем уже искать вторую половинку чтобы у нас им еще один член династии был тоже вот это все хорошо действительно друзья на сегодня мы с вами закончим спасибо просмотре забывайте комментировать на колокольчике увидимся всем до скорого им пока пока